всем привет привет у нас выпал снег и знаете что сегодня волшебный день а почему я скажу когда приду домой дадим олька ты рад снегу сыпет 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 ну а теперь по порядку что у нас было димки принесли часы вы видели эти часики уже дима был очень рад особенно ему понравилось что дед морозу понравилась идея его с самим на самом деле глупости не глупости но я правда я очень хочу чтобы он подольше верил вот эту сказку и мечтал и и его вот эти мечты были безграничны дальше по поводу теста это конечно беда я могу сказать что медицина наша просто на таком ужасном уровне и что с этим сделать ну что больше работать больше зарабатывать чтобы не стыкаться с частными нет наоборот чтобы не стыкаться с государственными больницами а ходить по частным к сожалению но это так мы сдали тест прошла неделя неделя вчера было как мы его сдали результата нас не было но как вышло я вчера ходила в больницу я просто все эти дни не снимала потому что я не знала что снять ну во первых такое интересное во вторых ну знаете все равно переживала хотя я понимала что был бы тест положительный как мне все говорят в один голос это и заведующая и одна врач и вторая врач и медсестра наша говорит что если бы был положительный вы бы об этом узнали но отрицательные приходят позже хотя я не понимаю в чем проблема это же не знаю не почтальон печки носит эти письма да и не голуби блин телеграммой какой-то отправляют все сейчас через интернет ну почему его не сделать быстро я не знаю мне говорят вот там кому-то на следующий день приходит но увы не в нашем случае и я вчера ходила у димы сегодня утренник он на него пошел но слушать он ушел не больно все у нас в порядке я вчера ходила и с одной врачиха разговаривала она говорит я понимаю что вы здоровы я понимаю что симптомов нету ни у кого нету я уверена что тест будет отрицательный но я вас выписать не могу но минуточку не могу не могу сейчас а через 14 дней то бишь в это воскресенье могу даже без теста потому что тест может даже не прийти ну вот как так как я не понимаю честно вот я отказываюсь это понимать теста нету может быть он даже не придет но выписать я вас могу воскресенье у вас как раз время пройдет с того момента как вы заболели я вас могу выписать я конечно с врачом не ругалась а я так короче я просто такой человек знаете вот я вроде сильная но когда меня вот короче когда очень сильно что-то хочу мне говорят нет мне сразу слезы накатываются я не могу это контролировать к сожалению даже в больнице и даже при врачах у меня идут слезы конечно я была в маске там почти не видно было но я говорю ну ладно уже так это скрипя голосом вы тоже не могла нормально говорить на ну приходите в воскресенье я мыслях думаю ну спасибо уже не надо как бы будет потом потому что мне нужно было сегодня чтобы нас выписали я вышла я понимаю что врач ни при чем но ну конечно и заведующая была ни при чем но тогда у меня просто рвала и металла на кусочки я делась а уже диму застегнула делась а прохожу мимо всех кабинетов ну и на выходишь иду и тут смотрю кабинет заведующей думаю зайду я зайду ну короче да я зашла и с ней поругать но не то чтобы поругалась а просто на повышенных тонах у нее спрашивала почему нету теста и как вообще так получается что тест приходит через неделю я реально понимаю что ну допустим да вот там к примеру мог бы был быть даже и положительный так были так ты за неделю помрешь пока мы всего дождешься да это не относится к частным больницам к частным лабораториям там где ты идешь сдаешь тесты там в течение дня можно получить ответ но на минуточку полторы тысячи стоит там этот тест и он такой же это же не то чтобы там какой-то другой там более современный нет он такой же просто это делать все быстро они затягивают на неделю но я вчера конечно расстроилась поревела ягла спать с красным носом и такими глазами утром встала и думаю нет я все равно пойду в больницу у нас еще сегодня снег идет и блин так красиво на улице думаю нет у дима все равно должен быть праздник по-любому должен быть я с этим не готова было смириться и что вы думаете я диму сегодня утром отдела полностью делаем у колготки кофточку ну там все нужно было одеть белая маечку белую чешечки потому что у них будут костюмы думаю пойду в больницу буду сидеть и не уйду пока мисс не узнаю результат и я сидела под кабинетом у заведующей она меня увидела я говорю что там с результатом пока нету пока нету ну короче я добилась а и пришли результаты и все и все и димка здоров и нам выписала справку заведующая да я не могу писать справку нужен врач на врача сейчас нету говорю а нам нужно сейчас говорю у нас через ну во сколько получается мы 8 туда пришли и до 9 мы сидели ждали то есть у нас вот-вот я у нас утренник скоро пожалуйста напишите мне справку почему я так за утренник переживаю потому что для меня это знаете я помню почти все свои детские утренники для меня это всегда было очень волнительно очень красиво волшебно вот эта детская атмосфера плюс я сдавала на костюмы блин по 50 гривен и сдавали на костюмы чтобы их пошили костюмы красивые они будут танцевать вальс у них тема утренника это щелкунчик все будет красиво празднично и я очень хотела чтобы дима в этом утреннике поучаствовал к тому же это его последний утренник садике у нас так вышло что на первый утренник он не пошел но как не пошел мы присутствовали конечно но он не участвовал так как у нас были проблемы со зрением плюс дима очень тяжело переносил первые дни садика и в этот момент у нас как раз проходило лечение по глазам и ну как бы это и сейчас я понимаю что тогда проблема была не в нервах там димы да а в том что не совсем компетентно врач подбирала очки ну то есть в общем неправильно подбирала но у него зрение тогда сильно подымалась и потом также сама резко падала и я подумала что возможно это из-за стресса что он плачет он прям прям плакал перед садиком и вот вот эти первые полгода мы почти садик не посещали ну как мы ходили два месяца по-моему два и потом до нового года вот остальные месяцы мы не ходили у нас было во-первых лечение но во-вторых чтобы не травмировать диму не только были мои предположения это и врач нам сказала что возможно он слишком нервничает и поэтому он не ходил поэтому мы первый утренник просто сидели с родителями в зале я конечно все равно я до сих пор помню этот день знаете мне всегда хочется сделать так чтобы он не был хуже всех чтобы он там не обиженный был чтобы ну короче ему конечно вообще фиолетово больше заморачивалась я но я все равно вечером у них тогда была тема зайчики по моему зайчики еще кто-то или только зайчики снежинки вроде и у меня есть ушки зайчика я его одела в черные шортики в белые колготочки короче все равно его нарядила зайчиком знаете думаю будет сидеть хоть у меня на руках но все равно будет зайчиком я там его пофоткала среди деток плюс ему естественно дед мороз тоже подарок дал и вот я не хотела пропускать еще один утренник и вот как-то так и мне было так грустно мне воспитательница вчера звонила целый день она тоже переживает она дима ну как там дима то есть ну я и давно сказала что все в порядке что у него не температуры ничего нету но она очень хотела чтобы он пришел у них вообще такая знаете любовь так сказать с димой иногда это переходит границы ну в плане как переходит границы перед другими родителями просто в таки неловкие ситуации но я с ним ничего поделать не могу поэтому она очень ждала диму и я очень хотела чтобы он пошел и он пошел просто я настолько счастлива я не могу я даже в больнице сегодня ревела немножечко от счастья что дима у меня идет в садик и он поучаствует в утреннике вот так нет реснички склеены даже но они еще плюс склеены сейчас на улице у нас холодно я в маске вот этот весь пар идет у глаза и все склеивается а сейчас прибежала домой быстренько попью кофе и буду дед морозом маленьким поеду за подарками у меня у крестника день рождения в эти выходные поеду за подарочком и как раз денису хочу купить подарочек он кстати youtube мой не смотрит поэтому я здесь очень могу смело рассказывать и показывать что купила наверное вот я даже не знаю показать или не показать а вдруг зайдет знаете как закон подлости не знаю в инстаграме покажу вот подписывайтесь ко мне в инстаграм крутая семейка ищите а вот такая же как и ютубе и я там покажу что купила денису у меня есть как раз два часа димку я буду сегодня забирать сразу после утренника ну как сразу их там будут снимать и родители не пускают в этом году и будет другая воспитательница снимать у нее якобы профессиональная камера тренога и она отснимет всех деток а воспитательница будет всех фотографировать поэтому она сказала забирать его к 12 где-то потом не сдавать даже три часа но я просто уже час дома допиваю кофе и буду ехать в магазин и потом за димкой я рада что я справилась у нас все получилось он пошел дима я не скажу что он прям рвался как так хотя он же николая тоже пропустил а в садике дарили этим пряники пряник его ждет а сегодня дед мороз ну единственное да у нас дед мороз по ходу может быть его тоже не быть потому что он этот на самоизоляции дома и ну по крайней мере две недели назад приходила информация что дед мороз участвовать не будет но я думаю они как-то придумают и детям все равно понравится все равно будет интересно делилась с вами своей радостью и самой аж веселее стало все одинку я уже забрала он объедает свой вкусный пряник вкусный так что тебя покупать пряники будешь кушать пряники такие вот ему глаза съел без глаз и до подарили вот такой вот наборчик цветные магниты димка собрал что-то хотела с ним пойти на улицу показать вам красивую елочку которая у нас на районе но увы да дима чего неправильно одел штаны шиворот на выворот и пришлось идти домой но уже будем дома его уже спать пора укладывать и купила крестнику вот такого вот скритчера сейчас кстати обалденная акция на них магазине это магазин как 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 будинок игрушек это оригинальные и короче я купила ему димки тоже такое есть а ему на день рождения у него скоро день рождения ему пойдем да пойдешь как это не знаю пойдешь конечно так вот при пряник конечно это хорошо обедать кто будет а еще купила кое-что денису но показывать не буду ну во первых он может зайти на канал посмотреть а во-вторых у меня тут димка из которой умеет сдавать умеет хранить секреты вот так вот я счастлива что мой ребенок счастлив котик кушай пряник кусай пряник смотрите какой у меня хороший муж посуду моет я не только что спрашиваю хороший хороший да сам предложил говорит жена сиди отдохни а я помою ежу тарелочку не уронил а мы знаете что кушали вот такой вот картошечку делала в духовке но знаете не выгодно где-то принеса час или больше часа она пеклась и как бы по электричеству получается дорого но вкусно а денис не хочется выбрать только судочки на работе одним чаем и кофе питается что а чё ты не хочешь брать я не надо мне зато немного работ так наоборот кушать надо не буду отбирать у тебя работу спасибо я такой работой могу поделиться смотрите сколько дней осталось до нового года дима с каждым днем все сильнее сильнее зачеркивается и фронтером не дождется что я могу сказать сегодняшним днем я абсолютно довольна я сделала все что я хотела в частности купила все что хотела и димка побывал на утреннике и сегодня для меня это было самое главное а еще кстати кстати 25 число у нас завтра и по идее это рождество и у него короче есть наклеечки и машинки там наклейки если честно но у меня дима не знаю ему никогда не нравились наклейки даже когда он был очень маленьким все равно они не нравились куда он будет клеить и ума не привожу короче здесь набор щенячий патруль 1800 наклеек капец 1800 до очень будем ложиться спать подарочек отправился под елочку дима будет счастлив всем пока пока